Здравствуйте, мои любимые, здравствуйте, мои хорошие. Хочу с вами поделиться историей. Была девчонка в доме, просто умница, хозяйка такая. С маленьких лет, с маленьких лет всегда слушалась мать, отца, всё время по ровной дороге шла. То, что мать говорила, то и делала, то, что отец говорил, то и делала. Никогда не было такого, чтобы она ослушалась своих родителей, или ещё что-то, прям в рот смотрела своим родителям. Родители ею такие были довольны. Такая девочка, всё, и в школе неплохо училась, умница, вранья никогда не была. Такая умная девочка. И её приметили какие-то там родственники, далёкие. И пришли сватать её. Родители посмотрели на других родителей, вроде бы хорошие, и дают согласие, её не спрашивая. И она матери говорит, мама, а вдруг он мне не понравится, а вдруг я с ним не смогу. И мать говорит, да, они хорошая семья, я тебе только счастья желаю, ты меня, дочка, послушай, всё у тебя будет хорошо, выходи за него замуж. Вот так же я за твою папу вышла замуж, и смотри, какая у нас счастливая семья. Так что, разве родители тебе плохого посоветуют? Ну, девочка тоже подумала, ну, раз мать так просит, отец так просит, не буду против идти родителей. И выходит за него замуж. Вот как вышла замуж, сразу понял, что это ошибка большая в её жизни. Он на неё вообще внимания не обращал. Она поняла, что он её не любит, что она ему не нравится. Что так же, как она вышла замуж, так же и он женился. Что родители ему нашли её, и всё. Но она такая умница, такая хозяйка в доме. Свекровь была очень довольная, заловка была очень довольна ей. Она в доме всё делала, она из дома не выходила. Всё время в доме, в доме, то уборка, то он. А он придёт, то корова её назовёт, то уродина её назовёт. Обращение ужасное. Но, тем не менее, у неё рождаются двое девочек. Хорошенькие такие две девчонки родились. Вот она этими детьми туда-сюда, вот, ради этих детей и живёт. И теперь ей подарили хороший телефон. Смартфонт. И она решила сделать себя одноклассники. И она делает себя одноклассники. Делает себя одноклассники, заходит туда, там находит себе друзей одноклассников, общение. А там же её фотографии, семейные фотографии её, всё. И она подумала, а почему мы и нет? Могу же открыть ещё один аккаунт, совсем другой, поставить другую фамилию, имя, поставить другой вообще город или даже страну, и другую фотографию. Я же могу выдать себя за другого человека и просто буду общаться. А ну давай, что с этим выйдет. Вроде бы игра-игра. И она берёт, открывает другой аккаунт. Открывает другой аккаунт и регистрируется, как Марта. И она живёт в Польше. Она пишет Марта из Польши. И теперь думает, фотографии же надо. Заходит в Гонгден, в Яндекс и берёт там фотографии, которые можно скачать. И скачивает фотографии другой девчонки и ставит себе на перфиль, как будто вот она, это она. И начали писать. Ой, красавица, привет. Там тебе пятёрку ставлю. Там тебе этот. Я тебе цветочек дарю. Я тебе на коленках привет говорю. Ой, она такая довольная. Но так как она родила двоих детей, она чуть-чуть поправилась. Уже полненькая такая была. Всё. И там, ой, ты такая красавица. А муж придёт там, ой, корова, что кушать сделала. И она думала, ой, хорошо, что у меня есть хоть эти одноклассники, хоть там мне комплименты дают. Вот этим она и жила. С этим общением, который ей там, ох, сколько людей ей там писали в день. И она, у неё есть подруга, и она с этой подругой делится. Ой, ты знаешь, мне один это написал, мне один то написал. Она же, за ней никогда никто не ухаживал. Она обычная девчонка. Даже не сказать, что она некрасивая, и не сказать, что она красивая. Она нормальная. Но она просто была чуть-чуть полноватая. И она этим держала свой комплекс. И вдруг ей один парень, симпатичный такой парень, ей пишет, привет, красавица. Хотел бы с тобой познакомиться. Увидел твой перфиль. Просто обомлел. Как раз ты та девушка, которая мне нравится. Ты моего вкуса. И она ему пишет, ой, да ты тоже неплох. Да ты тоже неплох. И вот так общение начинается. Этот парень каждый день начал ей писать. Как ты, как твои дела? Чем-то. И вот так потихоньку, потихоньку, потихоньку они стали общаться. И очень глубоко. Просто она себя не показывая. Но они стали о жизни говорить. И у них столько всего общего. Столько всего общего. И она говорит, вот там сегодня это делала, сегодня то делала. Но она не говорит, что она живет в России. Она написала, что она живет в Польше. А он из России. И он говорит, Польша же недалеко. Дай мне адрес, я приеду. Я хочу тебя увидеть. И она и так, и так, и так, короче, отклоняет это. Вот как-то выкручивается. И теперь она своей подруге это рассказывает. И подруга говорит, это, говорит, хорошее мне закончится. Она говорит, ну я же из дома не выхожу. Я же ничего плохого не делаю. Я просто общаюсь. И теперь она начинает понимать, что это не только она просто общается, что ей уже тянет к нему. Постоянно смотрит на этот телефон. И вдруг телефон испортился. Она как стала нервничать. Из кожи вон вылезает. Два-три дня без телефона. Идет, его ченит. И теперь заходит, и он ей пишет, ты где пропала, ты где была. Она говорит, вот так, у меня, говорит, телефон, говорит, проблемы. Дай мне адрес. Я тебе сейчас же деньги вышла, чтобы ты купила себе новый телефон. Я не могу без тебя. Ты что, я чуть с ума не сошел эти три дня? Я уже в доме всем сказал. Она говорит, кому ты что сказал? Мои родители уже о тебе знают. Моя сестра уже о тебе знает. И уже о тебе многие знают. У меня к тебе серьезное намерение. Ты не понимаешь? И она тогда берет за голову и думает, кошмар. И он ей там стихи пишет. И он ей показывает там, вот смотри, какое я тебе кольцо купил. Первый день, когда я тебя увижу, хочу это кольцо на тебя одеть. Ты моя любовь, ты моя страсть, ты мое. Все, я только днем и ночью о тебе думаю. На этой почве она так начинает переживать, нервничать, что вот это, вот это вранье ее так затянуло. И правду ему сказать не может. Все-таки она замужем, у нее уже двое детей. И его терять не хочет. И не знает, что ей делать. На этой нервной почве она так сильно похудела. Очень сильно. И муж начал говорить, что-то ты очень похудела. У тебя кто-то есть. Ты какая-то странная. Ты постоянно грустная. Что с тобой, что с тобой, что с тобой? Муж начинает ее тоже колбасить. Она оставит меня. Уже она начала ему отвечать, я тебя терпеть не могу. Ты только не думаешь, что ты меня не любишь. Я тебя тоже не люблю. У них уже с мужем отношения еще хуже стали. И теперь этот парень говорит, я так тебя увидеть хочу. И она говорит, плевать я хотела на все. Иду к нему навстречу. Вот я хочу глаз на глаз сказать, вот это я, вот посмотри на меня, вот я вот такая. И ему говорит, хорошо, я беру отпуск, еду. Давай-то вот там-то, вон там-то увидимся. И назначает ему свидание. Она приготовила все и идет к нему на свидание. Ждет его, ждет, а его нет. И пишет она ему в одноклассниках. Ты где? Он говорит, подожди, солнышко, только часик подожди. Меня никак не получается. Мне шеф никак с работы не отпускает. Мне час надо. Дай мне ровно час, я там буду. Дай мне ровно час, я там буду. И она не может дать ему час, потому что муж придет. Муж убьет ее. И так что она говорит, нет, у меня не получается, давай, пока я уезжаю. В следующий раз увидимся. И уходит к себе домой. Уходит к себе домой и дома думает, может, это я к лучшему. Ну, что вот он меня не увидел, что это я не та девушка, которая на фотографии. Переживает очень сильно, что делать, как делать. Не знает, что делать. Тем не менее, он не перестает ей писать. Я тебя люблю. Я без тебя жить не могу. Она вот этими словами только и живет. И теперь она уже не выдерживает. И думает, будет, что будет. И берет, ему пишет. Ты знаешь, я замужем, у меня двое детей. Но я эту ситуацию исправлю. Я хочу разводиться. Я буду разводиться. А он младше нее на пять лет. На пять-шесть лет. Я буду разводиться. Я тебе слово даю, что я разведусь. Ты уже сам смотри. И эта фотография тоже не моя, которая у меня на аватарке стоит. Мне бы хотелось тебе это с глазу на глаз сказать. Вот мой адрес. Когда хочешь приезжать, давай поговорим. И дает ему адрес. И тем не менее, общается со своим мужем. И мужу своему говорит. Не люблю я тебя. Видеть тебя не хочу. И слышать тебя не хочу. Хочу развода. Не знаю, как. Она разводится. Она разводится. Уходит от него. Берет своих двоих детей и уходит. Устраивается на работу и живет ради этих детей. Муж сказал. Ах, ты уходишь? Знай, если ты уйдешь, копейку от меня не получишь. Даже не жди от меня. Он сказал, мне от тебя ничего не надо. Лишь бы ты меня в покое оставил. И вот так она развелась и ушла. И детей сама тянет. И работать устроилась. И сама все тянет. А ее муж. Уже я не знаю, насколько у него там жен было. Уже 10 жен, наверное, было после нее. Поменял. А этот парень. Ни духу, ни слуху. Который с одноклассниками. Ну, наверное, разочаровался все-таки. Что вот так. Что вот так она его обманула. И вот это все. И ничего. Вот она все его ждет. Уже сколько времени прошло. Уже 2-3 года прошло. А он никак. Никакой ответа нет. Ни ответа, ни привета. Разочаровался, конечно, в ней. Но они общались. Больше двух лет общались. По одноклассниках. Этот парень к ней серьезно относился. До тех пор, пока она вот это ему не сказала. Так что дальше не знаю, что там будет. Придет он, не придет. Не знаю. Если придет, обязательно вам скажу. Расскажу вам. Но у меня эта ситуация, но у меня эта история просто сбила с ног. Как можно потерять-то голову просто по фотографии? Потерять голову. Увидел, он увидел ее по фотографии и просто сбился с ног. Потерял голову. Так что вот такие истории тоже бывают. Ставим лайк. Подписываемся на мой канал. Поддерживай меня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok